Я вас приветствую, мои дорогие земные знаки. И давайте с вами посмотрим, как мы и хотели, как планировали прогноз на июль, вторая декада июля, с 11 по 20 число включительно. Что же нас ожидает, по мнению Карта Ро? Давайте посмотрим. Все сложные аспекты прошли. У многих начался вообще новый уровень. Кто-то поменял работу, кто-то переехал, кто-то еще в процессе. И давайте посмотрим, что нас принесет эта десятидневка июля. Прошло то время, в общем-то, ну, проходит в эту десятидневку время, когда у нас шесть планет были ретроградными. Поэтому, конечно, изменения претерпели многие люди, многие знаки. Итак, три карты и смотрим. Поехали, мои дорогие. Первая, вторая, третья. Давайте посмотрим. Земные знаки. Это у нас тельцы, это у нас девы, и это у нас козероги. Тройка. Тройка пентаклей. Похоже, мои дорогие, многие из вас будут что-то проверять. Или у кого-то на работе будет проверка. Вот эта карта нам, карты нам говорят, что на работе может быть проверка, какая-то инвентаризация, допустим, вот, которая принесет, в общем-то, ну, неплохие результаты. Кстати, эта карта у нас Марс в Козероге, как раз-таки земная карта, карта мастера, то есть это стихия денег. Если людей олицетворять, брать, карта которых олицетворяет, это у нас скульптор, поскольку мы видим, да, скульптор здесь человек делает, художник. Эта карта нам может посоветовать пойти куда-то учиться. Вот, возможно, вы пришли к какому-то новому уровню, и вам не хватает каких-то навыков, то лучше пойти учиться на повышение квалификации. Эта карта нам говорит, что у многих, возможно, предстоит такая монотонная работа, знаете, за которую вы получите деньги, неплохие деньги. Вот, эта карта нам говорит об успешной сделке. Это денежная карта, то, что заработано. Это карта подготовки, то, к чему вы подготавливаетесь, и потом работаете, и зарабатываете деньги. Понимаете, когда вы становитесь, когда ваше мнение становится экспертным, когда вы эксперт в своем деле, и этот навык приобретен именно трудом, кропотливым, ежедневным, монотонным трудом. То есть, ну, карта саморазвития даже, наверное, больше. То, когда вы понимаете, что чего вам хватает, чего не хватает, и когда вы уже очень-очень хорошо ориентируетесь непосредственно в самом деле. Вот так это можно сказать. В любом случае, эта карта нам, кстати, говорит о возможности улучшить свою жизнь. То есть, надо воспользоваться этой возможностью, это возможность улучшить свою жизнь. Я считаю, мои дорогие знаки, земли, тельцы, девы, козероги, что это прекрасная возможность, прекрасное время для реализации своих каких-то, да, возможностей. Поэтому не упустите его. Вторая карта. Вы знаете, вот вам могут мешать ваши страхи, ваши плохие сны. Это старший аркан, и он нам говорит именно о важности того, что вы ощущаете. Потому что карта Луна, она нам говорит о страхах, которые вы испытываете, вы смотрите, возможно, в будущее, либо смотрите на какую-то ситуацию, которую вам надо преодолеть, и боитесь. Так вот, я хочу сказать, что, как правило, этот страх не имеет под собой никакой почвы. Вообще, абсолютно, результат может быть, вообще, само дело совершенно противоположным. И вы потом уже поймете, когда вы оглянетесь назад, что, боже мой, ну, зачем я, почему я боялась, почему я не сделала этого раньше. Это, возможно, кстати, сны плохие. В том плане, что будете думать о чем-то, и, возможно, это придет тоже во сне. Вот так вот, ну, плохие сны. Но, повторю, это тот страх, который вам мешает. Его нужно преодолеть. Это какая-то неясная ситуация. Кстати, возможно, многие из земных знаков узнают, что вы беременны. Так еще может случиться. Вот эта карта неясности, она может об этом говорить. Когда неясно, почему вы так себя ощущаете, неясно, почему вы так себя чувствуете. И вообще кажется, что, оказывается, вы ждете ребенка. Это долгожданный, ну, это ожидаемая беременность, долгожданная, когда вы хотите этого. То есть вам еще неясно, возможно, и просто обнаружится в итоге, что вы забеременели. Так это может проигрываться. Но, опять-таки, повторю, для большинства представителей земных знаков, что всегда помните о том, что ваша неуверенность, ваши страхи вам мешают. Это надо в себе искоренять и преодолевать. А у нас третья карта получается семерка жезлов. Семерка жезлов – это подготовка, это обучение, это карта соперничества даже, я бы сказала. Это положительная карта, она не негативная. Карта нам советует быть храбрым, смелым, то есть двигаться вперед. Эта карта, кстати, нам говорит тоже, вот, определенный уровень, то, к чему мы пришли. Многие, возможно, защита диплома, кстати. Ну, как минимум, да, там кто-то, не знаю, научные труды какие-то пишет, возможно. Но эта карта, то, к чему мы пришли, своим трудом. Именно своим трудом, многие еще в процессе, вы трудитесь. Эта карта, когда один в поле воин, один в поле воин, то есть в ваших руках очень многое. От вас очень многое зависит для вашего какого-то, ну, состоя... Для того, чтобы вы состоялись, зависит от вас очень многие действия. Вот, и эта карта, конечно, нам говорит о том, что вы контролируете ситуацию. Это может быть сдача экзаменов, кстати. В любом случае, это храбрый, здоровый, смелый человек такой, да. То есть это вы на данный момент, мы смотрим. У вас все получится. Вообще, совет карты, идите вперед и все преодолеете. Потому что вы в выгодном положении, в такая, не знаю, ну, положение у вас выгодное. Мы видим, что на пригорке человек стоит, ему удобно отражать, да, какие-то ситуации. То есть видеть сверху, фокусировать, видеть всех, кто, где, как располагается. И, в общем-то, должны понимать, что все получится. По этой карте все получится, и в финансах тоже. Важно понимать, что и в финансах тоже. Не бойтесь. Тут вообще нам карты говорят, и отдай вторая, что при всем, при том, что у вас все хорошо, вы все умеете, понимаете, куда вам двигаться. Почему-то вы растерялись, и страхи мешают вам принять правильное решение. Вот так я вижу эту ситуацию. То есть, смотрите, вторая декада июля. Мои дорогие земные знаки, давайте будем понимать, что не надо ничего бояться, надо двигаться вперед, и надо понимать, что у вас все получится. И сейчас давайте мы вытащим карту Вичеверса. Посмотрим такую общую, как бы, картину, что нас ожидает. Паш Пентакли. Паш Пентакли, действительно, вы знаете, какие-то ожидания. Какие-то ожидания нас ждут, и, в общем-то, хочу сказать, что это как раз-таки вот эта карта Паш Пентакли, она олицетворяет детей даже земного знака. Это такие усидчивые дети, которые, ну, тихие усидчивые дети, да, вот. Вот, ну, кстати, это карта Тельца, Девы и Козерога, земная карта, боже мой. Надо сфокусироваться на серьезности того, что вы делаете. Понимаете? Не знаю. В любом случае, ну, вообще, это как бы про детей даже больше эта карта может нам говорить. Это дети земные, которые медленные немножко, у которых, как бы, ну, как сказать, медленно все делают. Ну, медленно, но верно, стабильно. Вот так, возможно, если переложить на себя, то, действительно, это то, к чему мы идем медленно. Вот мы копеечка к копеечке, да, делаем, боясь, но идем, делаем, останавливаемся, опять боимся, но идем все-таки к своей цели. Поэтому, видимо, я хочу сказать, что во второй декаде июля, ну, будет ситуация такая, продвижение, да, какая-то, но будете испытывать при этом. Вот это вообще-то, в принципе, земным знаком свойственно немножко сомневаться, сомневаться, но, тем не менее, не забываем, что мы движемся вперед, потому что вам это надо. У вас преобладают страхи, тем более страх вообще в виде старшего аркана. То есть это очень существенная такая поправка на то, что у вас при всем, при том, что у вас все получается. И копить денежки, и сдавать дипломы, обучаться, и уже результаты получать какие-то, достигать. А вот страх вам мешает. Ну, и повторю, что многие из вас, вероятно, узнают, что они станут родителями. Так может проигрываться. Вот так, мои дорогие земные знаки, у нас пройдет вторая декада июля. Планируйте, достигайте, будьте впереди, ничего не бойтесь, медленно, но верно, выверяйте и идите вперед. И все у нас будет хорошо. Я желаю вам прекрасного июля, прекрасных событий в эту десятидневку. Ну, а мы встретимся с вами в следующих видео. Пока-пока.